я просто пришла на какой-то кастинг вот в virtus pro и блин круто тебя позвали в максим офигеть шесть разворотов какой-либо sexual content это типа не второй подбородок у тебя а лесен как поцелуй я баба женю куколд ну иногда с утра просыпаюсь и не понимаю открыла на глаза или нет я лайкала всех без разбора он просто случайно оказался среди этих людей можно я всем привет дорогие зрители первый сезон под куста подходит концу и специально для вас выпустили серию спешилов где будут меняться ведущие и сегодня с вами буду я диана райс и в гостях у меня маша миссис марпл по бурят сэмбайна хунде тэнухэд а мормандэ в плей студия здравствуйте ешкара да чего бы хотелось начать два года назад у тебя было интервью с журналом максим нет 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 все отлично мы не будем говорить о максим у тебя спросили как ты рассказываешь о своей работе тем кто о тебе ничего не знает тогда ты ответил что ты являешься лицом команды виртуз про как бы ты ответила сейчас после того журнала я стала не только лицом виртуз про к сожалению да на самом деле немного поменялось я по-прежнему говорю что я корреспондент на канале команды виртуз про и я блогер в киберспорте у тебя же есть личный просто не ну это не стоит впереди сейчас команды например организации нет я всегда везде буду говорить и дальше что команда на первом месте и я благодарна прежде всего команде за то чем занимаюсь сейчас и что получилось потом поэтому нет прежде всего я мамка виртуз про а во-вторых у меня да свой проект я блогер от киберспорта ну ты как-то развиваешь этот бренд получается конечно просто сейчас смотрят студии из-за личности отдельных сейчас все прокачивается вокруг одного человека как бы нашей индустрии как в целом раскручивается больше человек нежели организации но короче да безусловно личный свой бренд я раскачала за три года скоро будет три года как я в п работаю но это получилось органично и получилось уже так что моя медийка она отдельно не существует она все равно работает и на медийку виртуз про а медик виртуз про работает на меня и также ну как бы и игроки это не просто игроки виртуз про конечно они тоже становятся отдельными личностями и да действительно уже отдельные цифры личные вот у каждого этому игрока аналитика кастера там ведущего они важны и поэтому это создает вот капитал студии организации чего-нибудь как ты стремилась к этому изначально я не стремилась работать в виртуз про так получилось случайно я не стремлюда ну типа меня просто друг мне кажется все да про это знают кто кивните кто-нибудь за заказали все знают про это я думаю я отвечал даже на своем канале на этот вопрос получилось случайно мой одногруппник элбек даржи алзоев я везде всегда обещала и буду говорить это имя элбек даржи алзоев мой одногруппник из бурятии фанат виртуз про короче был и остается я вообще ничего не знала ну я знала что есть киберспорт есть две команды виртуз про и navi в снг которые известны это знала я вот все об этом о киберспорте больше ничего не это и заканчивала учиться на журналист не на пиар у меня специализация пресс-служба вообще пиарщик да ну нет я работала тоже на телеке на музыкальном канале я просто знала что есть такое ответвление как киберспорт я даже что-то посещал куда адреналин один из адреналинов москве просто мельком заходила смотрю так офигела пошла дальше вот мне одногруппник попросил просто по-братски сходить на кастинг виртуз про просто отправить анкету и горел мне это чувак неинтересно и мне нет не надо он горел нет пожалуйста даже если они возьмут сходи просто там зайди к ним в офис фотка их кубки посмотри как у них там все устроено я фанат вп мне просто будет очень приятно ради меня сходить чё те впаду шли в субботу утром сходить его мне не впаду все я сходила я сходила как бы и у меня не было то есть я сидела с девочками вот ожидала своей очереди на этом кастинге которых уже отобрали по анкетам то есть нас там было что 100 позвали на кастинг но условно 10 вот меня в том числе потому что у меня был большой бэкграунд с телекой как-то так подфартанула то есть так просто было в принципе попасть на кастинг было сложно но я им прислала анкету я работала тогда уже давно у меня были программы свои у меня была своя авторская программа у нее выходил сезон прям по телеку он шел и как бы меня просто позвали потому что у меня была действительно ну как бы большая база под собой нас позвали человек не знаю наверное 10 я пришла там сидели девчонки просто в кабинете мы все сидели ждали очереди они все прямо горели глаза у них все там versus pro а я вот а ты помнишь а я сижу вообще дупля не отбиваю вообще не понимаю чем они говорят я просто пришла на какой-то кастинг вот в виртуз про я не знаю кто они такие а они все такие энтузиастки киберспорта сейчас модно же femininity вы не говорили на сколько догад сваешься сложно вот так же попасть пойти на кастинг ведь не знаю а наверно так же и не несложный и не просто наверно так же надо обладать профессиональными навыками я пришла я его прошла опять же потому что я начала задавать вопросы не те которые наверное я задушке типа а вот а правда я вот соло полечу на там типа не такие вопросы у меня были мне были вопросы на чем вы снимаете а какая периодичность, а в чем вы монтируете, а вот что, а что, вот как. То есть ты в этом изначально разбиралась? Конечно, конечно. Я всю жизнь этим занимаюсь. Я в этом всем уже разбиралась. А как ты думаешь, почему вот тебя выбрали, и почему тебя, в принципе, смотрят? Почему смотрят? Я, наверное, не я должна отвечать на этот вопрос. Почему взяли? Дворянкин, на самом деле, у него была другая кандидатура. Он сначала захотел вообще другую девочку взять. Но Ваня Лебедев, тогда вот режиссер, человек, который вот кастинг проводил, и оператор, с которым мы тогда начали работать, Артур, они пришли с большого тоже телека, и сказали, вот эту девочку надо брать, потому что она понимает, что надо делать. Она, если что, смонтирует, если что, сама возьмет камеру и снимет. И как бы с ней мы нигде не проколемся, потому что человек уже умеет работать. Давай возьмем ее. И они взяли меня из-за этого. И Рома сначала такой, ну посмотрим, хрен знает. А потом уже вот мы попробовали на Бостоне, и он понял, почему он меня взял. Все, я оправдала свои вот эти все, свое резюме, скажем так. И сколько, по факту, ты снимала контента вот до появления Жени? До появления Жени? Да. Ну, нет, в ВП я пришла уже, мы с Женей уже жили вместе, но он тогда просто не снимал. Но вообще я снимаю с 10 класса, снимаю, монтирую, пишу, ролики делаю, репортажи делаю. Я в 10 классе работала спортивным журналистом на Республиканском канале. Я сама снимала на камеры, вот ребята за кадром знают камеры, которые были еще с маленькими кассетами, которые надо было оцифровывать. Я бегала вот с такой камерой за спортсменами на какой-нибудь деревенской олимпиаде и снимала, как они там, не знаю, вольную борьбу. Это было в 10-м, в 11-м классе. Поэтому тут проблем не было. А как Женя появился, получается, в Virtus. Он не работает. Имеется в виду, что он с тобой снимает этот контент? Ну да, Женя вообще, он, во-первых, для всех сразу. Это большой миф, что Женя что-то как-то причастен к S-Force. Женя не работает в Virtus.pro и никогда там не работал. Мы просто всегда вместе. Да, мы просто всегда вместе. Женя никаким образом не относится к S-Force. Он как бы самостоятельная единица в плане видео. Он может работать с любыми командами и организациями, с любыми там компаниями. Так и делает. А получилось как? Мы начали снимать пилот Миссис Марпл. Мы его сняли вообще с другим оператором, с другим монтажером. Мы его смонтировали. Женя вообще к нему не прикасался. Женя прикоснулся к нему, когда надо было доснять стендап начальный, потому что мы долго не выпускали этот видос. Потому что Женя, короче, в какой-то момент понял, ему не нравилось, что я постоянно летаю, и он постоянно летает. Женя, многие знают, он играл в группе Серебро, и параллельно еще работал в IT, и очень было мало времени вместе. Он сказал, мне это все надоело. Я понимаю, что ты занимаешься тем, что ты любишь, а я не факт. Я не буду тебе мешать развиваться дальше, я не хочу тебе ничего запрещать, я просто сделаю так, что мы будем делать это вдвоем. А как я это сделаю, это вот моя задача. И он просто в 30 лет все бросил, все свои работы, и пошел учиться. Видео. Он очень много учился, он за полгода просто невероятно вырос в этом с нуля, по сути. Ну, IT ему пригодилось, и знание музыки, понимание всех вот этих моментов. И он просто с нуля выучился, и на втором уже выпуске Миссис Марпл он говорит, давай я попробую. Я говорю, попробуй, давай. И вот второй выпуск с Вилатом уже снимал полностью Женя. Это был его такой первый полноценный выпуск Миссис Марпл. Первый он не снимал. И он попробовал, мы с ним запотели прям хорошенько, и начало получаться. И мы поняли, что, ну, конечно, это круче, когда мы будем все делать вместе. Ну, во-первых, это экономия при перелетах и так далее. А в Virtus.pro у тебя свой оператор получается? У нас другой оператор, да, да. А ты не думала, ну, работать как бы с Женей в Virtus? Ну, это, к сожалению, не я решаю, кто будет работать в Virtus.pro. Не, ну там нельзя. Просто я помню, ты рассказывала, тебе просто проще, когда ты, допустим, вы живете вместе, и вы обсуждаете весь контент, в принципе, дома и работаете параллельно. Ну, конечно, я бы хотела, чтобы Женя работал со мной в Virtus.pro, но, к сожалению, Женя не может работать в Virtus.pro. Я хотела у тебя спросить по поводу дохода в проценте, если посчитать. Сколько ты тратишь? Вот что является приоритетной затратой там в создании контента, например? Ну, много трат. Ну, перелеты, проживание. Плюс у нас есть штат людей, которые нам помогают в создании контента. А вот все медиа-личности, ты как-то на дружеской основе договариваешься? Да. Мы никому не платим вообще никогда. Ни одному гостю. Можешь вот любого героя в Miss Marple спросить лично. Вот прямо сейчас можешь спросить. Мы никому не платим. Просто интервью, допустим, с Мэдисоном было, и вообще, в принципе, сложно. И вот как-то на дружбе. Да. Ну, мы в хороших отношениях, да. Мы долго к этому шли. Он сначала отказывался. Он первые полгода говорил, ребят, я к вам вообще никогда не пойду, я ничего вам не буду давать. Ну, потом как-то вот так вот. Он говорит, ну, вообще, я подумал, посмотрел, в принципе, можно, да, сходить. Все. С кем сложнее всего было договориться? С папичем. Полгода Женя с ним договорился. Точно так же он говорил, я вообще, идите лесом. Потом он посмотрел, он сам нам вернулся, написал, сказал, так, я посмотрел ваш канал, в принципе, достойный контент. Мне вот даже говорят там, ну, в чатике на Твиче, что у вас там достойно. Ну, давайте обсудим. А при общении с папичем, вот он как бы такой в жизни, какой на стримах? Нет. Мы сегодня, кстати, у нас была микрофан-встреча, у нас спрашивали, что он какой-то, резкий, да, жесткий. На самом деле нет, он очень, он такой френдли, короче. Вот как сказал Борис Залюшин на английском, он френдли. Он хочет быть полезным, он не хочет тебя, знаешь, там, типа, ну, расстраивать. Ну, такой вот он приятный человек, доброжелательный, очень дружелюбный. Такой хороший. А что сложнее всего при создании своего контента у тебя вот выходит, я не знаю, там… Не знаю, все. Ну, это, в принципе, очень сложно. Вот смотри, мы с тобой сидим, снимаем, казалось бы, подкаст. У нас с тобой сейчас за кадром сидит, ну, прям много людей, много людей. Помимо этих людей есть еще люди, которые помогали это организовать. Кто-то мне написал, кто-то там договорился, кто-то придумал формат и так далее, кто-то сделал декорации. Мы, по сути, делаем, ну, продакшн полного цикла вдвоем. Ну, если убрать, там, переводчика, опорного редактора и так далее, глобально мы делаем это вдвоем. Сложно все. То есть это реально Женя берет, переставляет две камеры, третью выставляет камеру, сам вот это все бегает. А давайте секундочку, сейчас я тут переставлю. Когда мы приезжаем к герою какому-то снимать, он говорит, а где ваша команда съемочная? Мы говорим, а мы приехали. А вас что, двое? Мы такие, ну да. Как? Вот так. А как у вас же там, типа, ну, красиво все бюджет? Мы вдвоем все делаем. И монтируем мы вдвоем. И как бы все мы делаем, мы придумываем вдвоем. Ну, это жесть. А как вы делите вообще, вот кто чем занимается у вас, и как вы делите бюджет потом? А мы не делим бюджет. Мы вообще не делим бюджет. Ну, то есть у вас он семейный? Ну, да, есть какая-то карточка, какие-то там еще карты. Ну, типа, просто вот все в одну кубушку и все. Мы даже не задумываемся. То есть Женя, он занимается технической задачей? Технической. Он занимается вот всем планированием. Кто придумывает контент? Придумываю я. То есть ты более творческим? Ну, конечно, да. И в монтаже я редакторский монтаж делаю, Женя делает красоту. Делает все эти красивые эффекты, переходы, вот это все. А я сижу прям вот, вы, можно, да, выдрачиваю? Прям сижу вот логику контента, логику повествования, логику разговора, местами меняю, там что-то убираю. Вот так. Кстати, о мужиках, о которых мы уже, в принципе, говорим. Все на Твиче, в принципе, скрывают, все своих мужиков. Ты же выставляешь это, причем так высказываешь свою любовь к Жене. Как-то это влияет, в принципе, на контент, на популярность? Были ли какие-то проблемы из-за этого? Ой, мне первое время писали, когда немножко начала от медиака реально расти, мне писали, ой, ты так зря это делаешь, ты отфутболиваешь, типа, мужскую аудиторию, нет вообще смысла на тебя подписываться, ты замужем. На самом деле для меня это, ну, звучит как полный бред. Во-первых, я никогда не гналась за тем, что ой, чтобы на меня было столько людей подписано. Ты боялась первое время сказать о том, что вот у меня есть Женя? Вообще ни разу не боялась, никогда. Более того, мы с Женей, второй день мы были вместе, я выложила с ним фотку в Инстаграм и написала, что вот этот чувак, я его люблю, мне вообще пофиг, что вы думаете. Через три недели Женя сделал мне предложение, на нас все смотрели как на идиотов и говорили, ой, что за бред. И мы все равно продолжали всем это выкладывать, не скрывать, и говорить, что нам вообще фиолетово, ребята. Вот мы такие есть, мы друг друга любим, у нас все хорошо. Я не могу Женю скрывать. И это все равно не помогает, потому что есть у меня Женя, не было бы у меня Жени, меня как продолжали бы поливать и говорить, что я сплю со всеми игроками, так и будут гореть дальше. Но это говорят глупые люди. Да. А люди, которые видят, как мы живем действительно, на самом деле это наоборот прибавляет и лояльности, и любви аудитории, потому что у Жекича вообще феноменальная особенность, его все любят, его не хейтят, потому что у него такая аура добрая. Его обожают все игроки. Краснеет за кадром. Вот хороший. Его реально очень любят все игроки. Это наоборот даже помогает, когда мы приезжаем снимать каких-то героев, парней, которые, например, ну плохо меня знают. Ну, например, Папич вообще меня первый раз в жизни видел, и меня, и Женю. Но мне бы он, может быть, даже никогда бы не ответил в личку. Женя с ним вел переговоры. Мы приехали, и у него, видишь, от того, что есть Женя рядом, такой вот прям большой, добрый, спокойный, уверенный, он как-то к нему все. Женя, Женя. Ну, то есть, понимаешь, и все, и многие парни вот так, они передо мной, может быть, более зажаты бы себя чувствовали, но из-за того, что мы приезжаем вдвоем, и мы такие «Привет!» Типа, и мы такие вместе все время. А Женя ревновал вот вообще кому-то из киберспорта? Да. Ну, это было очень тупо и смешно. Один раз он ревновал. Два, да? Два. Водичку будешь? Нет. Могу кофе. Так вот, Женя ревновал два раза. Кризолю и ксмайлу. У тебя есть фотка с Резолем буквально свежая, где ты очень изящно так подвинулась к Резолю попой. Не было ли у него каких-то вопросов по поводу этого фото? Это было очень давно. Сейчас-то они, там, Резоль к Жене придвигается гораздо чаще, чем я к Резолю. Там все у них уже давно хорошо. У тебя просто есть очень много фотографий, где ты вот как бы каждая фотография с кем-то у тебя ты как-то заигрываешь. Это, братишки, это Женька, фотки. Ну, в смысле, это наши друзья. Ну, в смысле, у нас нет такого, никакого патриархата, никакого набора ревности. А у него фото с девушками нет. В смысле? Здрасте. Когда Женя играл в «Серебре». Ну, в «Серебре». Ну, так слушай. Он с предыдущей своей девушкой расстался на этой почве. Она душила его за это, потому что «Серябкина сидела тебе на коленях, это что? Вы спите с ней по-любому на гастролях, знаешь?» А он знает всех моих друзей. Ну, а ты не ревнуешь в этом плане? Нет, абсолютно. У нас не такие отношения. Мы вообще не ревнуем друг друга. А какие у нас отношения? У нас отношения абсолютно открытые. Мы все время 24 часа в сутки вместе. И все вот эти вот обнимашки с Рамзесом, ну, серьезно. Ну, это же милота, наоборот. Он сам тут же пойдет с фоткой, и ты сам пойдешь с Рамзесом обниматься. И Резоль, с которым мы сидим, улыбаемся, через секунду после этой фотографии пойдет его обнимать и скажет «Жиг, я что-то люблю, так соскучился». Ну, первые разы он просто заревновал меня к пацанам что к Резолю, что к Смайлу, потому что у нас дома лежал телефон, который не запаролен, еще один, в котором были мои аккаунты. Мы не прячем друг от друга телефоны вообще. Не лазили. И никогда не лазим. Там уведомления среди ночи приходили. Правда не лазим. Серьезно. Ну, там нечего искать даже. И Резоль писал, типа, вот мы с Ромченко уехали на турнир, а это было очень давно. Они с Рамзесом на турнире на каком-то были, я на него не полетела. И он ей пишет, вот, Маха, так тебя не хватает здесь. Вот нет тут никакого счастливого, довольного человека, никто не улыбается. А Женя видит только контекст такой в начале сообщений. Мне очень тебя не хватает. Он говорит, Маша, что там за Резоль тебе пишет, что-то ему там тебя не хватает. Я говорю, забей, сейчас познакомишься с Резольом, всё поймёшь. Собственно, так они познакомились, всё сразу стало понятно. Ну, тогда вот он немножко так напрялся. Ну, странно, когда твои девушки, когда твои... Я ещё не была женой. Когда твои девушки пишут, что её очень не хватает среди ночи. Он же на третьей неделе сделал предложение. Ну, а поженились-то мы через 9 месяцев только. Мы свадьбу готовили. Ещё я была невестой. 9 месяцев вы готовили свадьбу? Женька готовила свадьбу. 9 месяцев? 9 месяцев готовила свадьбу. Я не родила, нет. А к Смайлу точно так же. Мы со Смайлом на Инте, а Женя в Москве. Мы бегаем с ним вдвоём со Смайлом по отелю на Инте. Бегаем, ищем Дреда Соло. Мы разминулись на лифтах. И он говорит, Маха, я не могу их найти. Я говорю, я тоже не могу их найти. Надо где-то вдвоём встретиться и их искать. Он говорит, хорошо, я тебя возле своего номера жду на пятом этаже. Давай сюда. Ну, а что видит Женя в уведомлениях? Пишет мне какой-то о Серёне Ревене. Жду тебя возле своего номера на пятом этаже. Давай. Он говорит, Маша, я не понимаю. Время — три часа ночи. Чего тебя Серёня ждёт на своём этаже? А вот сколько же времени прошло с того момента, как вы поженились? Два года, да? Ну, два с небольшим. Какого два? Какого августа мы поженили? Двадцать? Пятого. Двадцать пятого, видишь, я помню. Двадцать пятого августа. Мы поженились. Два с лишним года. Много ли хейта прилетает тебе, в принципе? Много. Очень много. На тему? На тему того, что я баба. То есть ты думаешь только вот... Ну, мне прямо пишут об этом. А Женя что-то выписывает там? Были ли когда-то угрозы? Ну, я баба, Женя куколт. Что ещё можно написать? Нет, Жене на самом деле просто тяжело приходится, когда у меня уже перекрывает это всё. То есть я довольно терпеливый человек, я не обращаю внимания на хейт, на комментарии, на всё это. Но когда этого становится слишком много, когда я уже не могу это всё выносить, у меня случаются прям, ну, мне плохо. Да, я видела часто комментарии у Жени, что Женя просто срывался. Я вам уже сто раз говорю, у нас открытые отношения. Да, да. Ну, Жене приходится иногда меня прям, ну, поддерживать очень сильно, потому что я уже перегораю, я не могу на это всё спокойно реагировать. И, к сожалению, он не в состоянии оценить по-настоящему весь ущерб, который мне наносится морально, потому что, ну, блин, я больше на виду. И вот, к сожалению... А Жене не хочется на вид с медийным? Ну, мне кажется, он и так достаточно медийный, насколько это нужно, а куда ещё больше в закадре работать? Ну, вы не раскачиваете, как был в своём бренде Марпл? Да, у него нет такой цели. Ему и так некогда. Чего ему ещё? Чувствуешь ли ты ответственность, когда что-то рекламируешь, что-то доносишь? Как это на тебе... Ну, то есть у тебя есть какие-то, может, переживания? Я не знаю. Конечно. Ну, у нас, во-первых, есть ряд, ну, типа, таких стоп-брендов, там, знаешь, типа, стоп-лист такой, что, типа, вот это мы точно не рекламируем, это мы точно не будем продвигать. Ну, именно не бренд, а конкретно, может, там, бейтинг, может, ещё что-то. Не, ну, слушай, ты сидишь с амбассадором паримач? Не, я имею в виду, я предположительно, может, шампунища. Ну, да, ну, есть такие, нет. Не, ну, во-первых, я абсолютно адекватно понимаю, что 90% моей аудитории — это пацаны, я никогда не начну, типа, ой, ноготочки сделала, вот, потому что бабки заплатили. Полосы показывала. Это бесплатно, всё это я показываю своих друзей, это не за деньги. Ну, типа, это если я, правда, сходила в Като-студио, вот, куда ты сходила тоже, ну, это моя подруга, в смысле, конечно, я её порекомендую. А так, типа, ну, конечно, я понимаю, что если я беру рекламу, то она должна либо как-то относиться к киберспорту, действительно, ну, то есть, там, какие-то мониторы, да, там, если это банк, то какая-то система для геймеров, ещё что-то такое полезное. Либо это, ну, точно не должно быть чем-то откровенно девчачьим, например, это не бьюти, это не мода, потому что, ну, пацанам это неинтересно. Мне интересно с пацанами моими поделиться чем-то полезным для них или какой-то совет им дать. Причём могу сказать точно, моя личная аудитория в моём Инстаграме, там, на нашем Ютьюбе абсолютно адекватные ребята, хорошие пацаны. И я их очень уважаю, и они прям мои ребята. Были ли какие-то у тебя, не знаю, рекламы или высказывания, за которые ты, там, несла ответственность, тебя там много хейтили, ну, помимо Максима, да? Ну, и то, понимаешь, Максим, ну, как бы, я не виновата в том, что произошёл слив. Я не виновата в том, что сотрудник Максим засветил то, чего он вообще не имел права снимать и засвечивать. А, то есть это был именно слив. Это слив. В смысле, это слив. Мы по этому поводу много ругались, как бы, с Максимом всё такое. Но это уже утекло в сеть, ты не сможешь ничего никогда удалить из интернета. Но ведь по факту это в журналах же все эти фотографии? Фотографии в журналах. Но слив был, как бы, с бэкстейджа. И это слил просто оператор, сотрудник Максим. И когда была съёмка, Женя находилась? Все там находились, и пиарщик, и Женя, и как бы, и всё строго секретное, и закрытое помещение, и никого лишнего там не было. Это просто слив. Но никогда в жизни я никому не докажу, что я к этому никак не причастна, и меня просто, ну, опозорили, и всё. А слёз было выплакано очень много. Моя мама удалилась из всех соцсетей. Было написано всем моим друзьям, всем моим родственникам, всем руководителям моих учёных заведений. Мама не знала об этой, да? Мама не знала. Не, мама знала о съёмке в Максим. Мама как бы сказала, круто, классно, поздравляю, здорово. Даже в нормальном мире нормальных людей, не в киберспорте и не в toxic community, которая, к сожалению, так или иначе частично присутствует, сняться в Максим — это как бы престижно. Это круто. Меня поздравляли все мои знакомые с этой съёмкой. И говорили, блин, круто, тебя позвали в Максим. Офигеть, шесть разворотов. Детка, да ты жёшь. Блин, ну как-то сомнительно. То есть для тебя как бы не страшно показывать там... Абсолютно для меня не было страшно. А чего мне было бояться? Я взрослый, состоявшийся человек. Помолвлено. У меня мужчина, который меня любит. Ну, как бы детей, подростков. И так или иначе, не боялась ли ты? Совершенно не боялась. В этом не было ничего такого. Подача просто сейчас на Твиче, как бы все берут вот этим, вот этим. Так я в том-то и дело, что меня позвали в профильный журнал. Я не на своём канале это делаю. Не на канале Virtus.pro. Не там ещё где-то. Не на стриме. Я никогда не форсировала свою сексуальность. Нигде этим ни разу не пользовалась. Ни в видео ВП, ни на своём канале. Я этим не пользуюсь. Я занимаюсь другими вещами. Меня позвали, как любого спортивного журналиста, любого там, не знаю. В Максим зовут кого угодно. И певиц, и там каких-то актрис, и спортивных журналистов. Ты тогда в Virtus.pro была? Да, меня позвали. Меня даже не позвали. Меня в Virtus.pro ангажировали прямо пойти в Максим, потому что у нас тогда были дружеские отношения. А как они это объясняли? Мол, просто давай ты пойдёшь в Максим и... Машуль, хочешь сняться в Максим? У нас сейчас есть такая возможность. Мы хотим рассказать о тебе в этом журнале. Да, конечно, хочу. Диана, ты не понимаешь, в нормальном мире сняться в Максим — это реально круто. Ну да, но это же киберспорт. Это... Я тогда работала первый год. Я даже представить не могла, что какие-то ненормальные люди будут меня за это шеймить. Серьёзно. Женя тогда ещё играл в Серебре. Ко мне подошла Серябкина и сказала, «Воу, нифига ты крутая!» Ну конечно, я даже не задумывалась о том, что это может быть плохо. Я тебе больше скажу. Когда журнал вышел, мы были в Кёльне на футбольном матче Virtus.pro SK Gaming, там был Виктор Гусев и Вилат. Вилат, который довольно-таки, ну, моралист. Ну да. Они меня поздравляли с этим. И они говорили, «Маха, ты красотка, мы тобой гордимся». Вилат сказал, «Круто, что пошла в журнал, в такой крутой и известный, не делала этого нигде, ни на каких каналах, на своих, нигде этим не пользовалась. Тебя позвали в достойное издание, ты достойно там снялась». Офигенно было, круто, я гордилась собой. Вообще не было никакого коньда. Ну да, если с такой точки зрения. Просто я пытаюсь вот всегда как-то обходить стороной какой-либо sexual контент, чтобы... Ты опытная в этом деле теперь. А я тогда только год работала. Я вообще не понимала, что происходит. Ну, мне кажется, блин, вот, окей, давай поговорим о пересечении всяких этих сфер. Например, Саша Грей, Егор Крид переходят стримить, играют в игры, там хайпят. Как ты к этому относишься? Ну, про Сашу Грей я не смотрела, не знаю. Но я знаю, что она, насколько я вот слышала, она довольно умная, такая интересная барышня. И типа, почему нет? Молодец, если и хочется. Просто есть стримеры, там, обычные люди, которые развиваются только в этой сфере. И тут приходит человек, у которого много поклонников из другой, и начинает хайпить в другой, и, соответственно, забирают аудиторию, поэтому... Ну, не знаю. Слушай, если я, например, подписана на тебя, смотрю твой твитч, то что мне мешает параллельно еще смотреть Крида? Ну, как бы, я не считаю, что это, как бы, такое, типа, похищение аудитории. Ты не думаешь, что это ради хайпа? Нет, я... Мы просто... Ну, Женя лично знает Егора Крида, как бы, и он знает, почему он пошел стримить, и вопросов не возникает. Совершенно. Я знаю, что он любит контролл. Его с 16 лет подписали в Blackstar, правильно? Ну, что-то очень молодым, да. Как ты думаешь, может, у него, как бы, не было времени поиграть в игры, и он просто возвращается сейчас? Поэтому... Более того, он был в Blackstar, а там Blackstar гейминг, и, как бы, у них там их вообще запрягали постоянно что-то делать для них. А тут он сейчас сам по себе, он может делать, что хочет. А откуда у вас берутся, в принципе... Кстати, вот, да, я забыла спросить. Деньги на создание какого-либо контента, вот, для Marble, типа, это кто-то спонсирует, или... Так это в выпусках все есть, кто спонсирует. То есть сугубо только это, да? Только. У нас нет инвесторов, это моя большая боль. У любой большой студии, которая производит много контента, есть инвесторы, они могут себе позволить нормальные бюджеты, нормальный продакшен, нормальных, там, кучу сотрудников. У нас мы абсолютно, ну, частный канал. Выглядит так, будто вами кто-то занимается, потому что все очень качественно. Нами занимаемся мы вдвоем, помимо этого, ну, нас ведет агентство, которое ведет Юру, Дудя, Саву и нежного редактора, но они ведут лишь наши контракты. Они не дают нам денег, они не дают денег также ни Юре, ни Саве. Но они подтягивают рекламодателей. Ну, да, рекламодатели, которым нужна реклама в киберспорте. То есть чаще всего происходит так, что Женя или мы с Женей из своей копилки тратим сначала деньги, потом мы получаем какие-то деньги за рекламную интеграцию и закрываем вот эти вот все дырки. Все, это там мы не зарабатываем на этом какие-то баснословные деньги, это все вот просто на таком сняли, окупили, ну, в ноль как-то ушли, там, чуть-чуть заработали и все. Нет инвестора. Инвесторы, позвоните мне. Кто спонсирует виплей, позвоните мне. И Женя сейчас такой подходит. А же не тоже нужен инвестор, он вообще не откажет. Давайте, Женю, вообще здесь посадим, потому что у меня есть интересная рубрика для вас. У меня есть для вас прикольная рубрика, которая покажет, насколько хорошо вы знаете друг друга. Я уверена, что вы хорошо знаете друг друга, но... У меня есть прекрасные два падика. Ты что? Ну, кто знает. В смысле, мы же у Ярослава. Выбирайте, кто берет левый тест. И вот два таких маркера. Давай. А надо писать ответы. Да, вы будете писать ответы. Пишем на листиках ответы и озвучиваем их. Так вот, первый вопрос для Жекича. Самая важная общая покупка за последнее время? Состоявшаяся. Да, вот это важно. Даже не подсказываешь. Вот так, кстати, сложный вопрос. Соколасный я вообще. На это для Жекича. Это Жекича тоже. В том-то и дело. Ты не думай, ты даже не думаешь об этом. Если бы ты спросила, какая была самая первая важная... Это мы знаем на сто процентов. На сто процентов. Сразу было сто процентов попадание. Спроси, это, пожалуйста. Самое первое важное. Мы точно знаем. Это вот этот? Не. Поросенка без меня заводили, меня позже заводили. Точнее. Я сейчас забыл. Поросенок для мамы. Ну да, и это не покупка больше. Так. Ну ты давай, пиши-пиши. Так, для Маши у меня есть вопрос. Что больше всего напрягает Женю в работе? Вы что, издеваетесь, что ли? Что, сейчас? Что больше всего напрягает Женю в работе? Ну это легко. Вообще легко. Легко. Я? Сейчас свой вопрос есть. Нет. Да? Нет, и конечно. Что больше всего напрягает Женю в работе? Блин, мне такой сложный вопрос задать. Что-то бесит, может, что-то... Деньги... Ладно. Ладно. Она догоняет. Я могу, конечно, если возвращаясь к моему вопросу. Одна из важных покупок. Общая. Но я не уверен. В том-то и дело. У нас все общее. Смотри, у нас карточка общая. Ну важно. Вот к чему вы долго шли, шли. И вот вы наконец-то купили робота-пылесоса, в конце концов. И вы такие, вау. Да нет, но... Мы вот буквально недели две тому назад должны были прийти к этой очень важной покупке. Но решили ее отложить на год вперед. Ну ладно, пиши, что по кайфу, Жекич. Мы все равно самые классные. Все, давай. Ту-су-су-у. Так, так как ты быстрее справилась. Самый интересный гость миссис Марпл. Это мне. Это тебе. Самый интересный гость миссис Марпл. Ну, вы потом озвучите и... Окей. Хорошо. Зачем я писала на всю листочку? Ну давай. Первое любимое игрожение. Ё-та. Первое любимое. Да, 486-й. Все окей. Так, ну ладно. Из тех, что я знаю, из того, что он играл на этой... На Нинтендо. На Нинтендо? Играешь в одну лдовую игру, предположим, что она типа первая. Кто главный в семье, Жень? Это... Можешь, в принципе, ответить сразу сейчас. Я что-то пишет. Бля, кстати, да. Я почему-то сейчас догадываюсь. Догадываешься? Жень? Не, это можешь даже озвучить прямо сейчас. Мне самой интересно. Самый главный в семье? Да. Конечно, прощенок. Парасенок очевидно же нет. Насколько я помню, ты рассказывала, что вы прям всю квартиру под него делали. Да, у нас все вообще, вся жизнь вокруг него вертится. Мы делали подогреваемые полы, специальную комнату для него, вигвам. И в итоге эта зараза все равно живет на кухне, рядом с холодильником. Лучше как спал под столом, так и спит. Все вокруг него движется. А решение кто принимает? Ну, вместе мы принимаем решение. У нас равноправие в этом плане очень удобно. Равноправие это понятно, может у кого-то там... Не, иногда я могу, Маша, сказать, что ты так не делаешь, и мы делаем так, как я говорю. Все. То есть такое бывает. Бывает, а иногда можно сказать, так нет. А ну просто надо может заиграться, и я говорю, не, 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 хватит. Это плохо. Да, или наоборот скажи, так, стоп, я олень. Ну-ка давай, останови меня, направь меня, скажи мне, почему я олень, и так не надо делать. Я говорю, хорошо, давай. Ну, вы же не ссорите, практически. Вообще не ссоримся. У нас есть рабочие моменты. Вы их разделяете. Полностью. Да, абсолютно. Мы можем сидеть и играть друг на друга матом за монтажом. Но только монтаж заканчивается, все. Мир, мир, дружба, жвачка. Но мы когда работаем, мы не женаты. Это просто Жекич, я просто Маша, и все. И это вообще никак не сказывается. Никак. Именно поэтому вообще никак не сказывается. Именно поэтому тебе четвертый вопрос. Спасибо. Сколько жмет Женя? Ой, это ж ты мне говорил, ё-моё. Сейчас ты все перепутаешь, я знаю. Насколько я помню, Жене не нравится, когда ты молчишь о его каких-то недостатках. Да. Или говоришь в последний момент, когда у него уже есть пузо. Когда уже жирок. Но сейчас уже жирок у всех после отпуска. Ну ладно, предположим. Он тебе об этом говорит, что тебе нужно? Конечно. Конечно. Сразу же? Конечно. Да. Сейчас что-то не так? Конечно. Я сегодня лежал на кровати, я говорю, ну-ка, давай голову по-другому переверни, а то... Да, он меня фоткал, говорит. А то лестница к губам слишком сладка. Он слышит, говорит, это типа не второй подбородок у тебя, а лестинка к поцелуям. А, то есть он так вот мотивирует себя заниматься. Да, он говорит, Машу немножечко это щачилось, поправь, у тебя там вообще свисает. А он и для этого борода украшает. Да, естественно. Какой у Маши самый большой бытовой триггер? Их целый список. Не, ну я основной. А давай тогда ты ответишь, какой у него бытовой триггер. Ну бытовых триггеров-то у него как таковых нету. Сейчас. Бтовой триггер у тебя вообще, мне кажется... Есть один. Я тебе его несколько раз говорил, потом... Могу делать ей подсказку хотя бы? Это слишком удаленно. мне кажется что эти даже падает лишнее мне было интересно реально чтобы вы об этом поговорили какой стоп я же отвечай какой ты считаешь него бытовой триггер ну что я забываю хрюшкин лоток убирать иногда сама вместо тебя но эта хрень ты за него отвечаешь причем тут нет вторая попытка но это же легко подожди мы сейчас в чью сторону говорим если у меня да какой у меня триггер на твою давай просто одно слово лютейшая подсказка приоритет а ты как я должна это сказать что у меня типа очень много бытовых триггеров потому что я жуткий чистоплотный типа задрот меня все бесит не хочется все время убираться вытирать пыль и прибирать вещи потому что дома постоянно очень грязно все плохо надо прибраться а женигать маша ты бесишь у тебя всегда неправильно расставлены приоритеты когда нам надо кучу всего смонтировать и такая а пойду-ка я уберусь а потом только садишься монтировать игра я не могу в неприбранной квартире садится за монтаж меня все бесит он поставить маша потом уберемся это вообще неважно я не надо в работнице женился иди работ и она за что а я за все на моменте когда он говорит у тебя неправильные приоритеты расставлены но у меня только это но я думаю что разбрасываю вещи то есть ты разбрасываешь вещи подставляешь ее я фанатично работаю мне в целом насрать на то что происходит вот так вот просто ну не я не настолько что он просто ну просто ничего нигде не гниет главное нас поэтому видишь баланс потому что мы и в работе не проседаем и дома не совсем всегда плохо все потому что один кто-то фанатично работает и мы успеваем в сроках но в сроке а другой кто-то фанатично убирается и мы не совсем засираемся все нормально там баланс так давай же все-таки узнаем что ответил же кич давай же на первый вопрос важная покупка за все время телек ты написал нет ты же должно было я угадать должно что написал не не я расскажу до посмотрим насколько он знает что тебе было важно вот он нет это твои вопрос это мои вопросы я думаю что из последнего там ну там рюкзак мы тебе купили стратегически это хорошая была покупка нет камера объекте и вот объектива блин прочитала травмите и мы как мыслями но поменялись бурят и бурят и до раша пришлось купить новый объектив смелый ты написал что главный в семье смелый нет самый интересный выпуск а вот дима смелый главный в семье поросенок ты поддерживаешь да да смелый очень интересный так поросенок это три ты просто местами поменял разбрасываю вещь написал так жирно что больше напрягает женю тупое т.з. тупое т.з. то есть прописываешь ты ну так он же не только в марпл снимает он же снимает для других разных компаний там заказчиков и когда т.з. на его работу ты тоже как бы поддерживаешь ну то есть ты помогаешь ему или же не сам помогаю просто ножи при мне монтирует при мне как-то я иногда у него подрабатываю оператором на каких-то съемках он меня берет просто как бесплатно рабочую силу мы снимаем концерт и говорим все деньги у меня все нормально женька дело просто концертный продакшн периодически я снимаю просто на концертах бегаю там за музыкантами с камерой иногда вот обычно я ставлю барабанщикам потому что бегать особо не приходится я молодец ты молодец я согласен вот тупой это за его бесит компьютерная игра у него дум я написала вот собственно я в него играл в девяносто третьем году чё реально да а просто вспомнила сколько тебе лет а там один только и doom был на самом деле я могла на сцене написать редакта редэмшн второй но это не первое но любима одна из любимых но это не первое что нелюбимая хорошо странно звучало так и сейчас мы перейдем к же время как еще а жмет то сколько жмет до сколько возьмет меньше 95 сейчас опять все напутать я сказал я сказал все напутать а чего ты вообще привык что она часто путает сколько ты же не хочет у нас просто за цифры же не отвечает общение на маша плохо помнит цифры и у нее бывает может что-то неправильно сказать я постоянно поправляю в каких момент он помнит все годовщины все дни рождения когда там он мне предложение сделал когда в любви признался когда свадьба была когда чё это я вообще ничего не помню он помнит когда там дни рождения моих родственников там и друзей а я не помню ничего то есть он сделал предложение через три недели после вашего знакомства да нет после первой встречи познакомились мы раньше на первой встрече было после 2 2 2 не поняла ну очень мы познакомились увиделись один раз две недели не виделись потом я прилетела мы сразу жить начали вместе на второй встрече ну и через три недели сразу мне знакомились об этом вы можете в телеграм канале есть история об этом и будучи в серебре был в тендере а ты будучи в виртуз про нет я будучи на телеке у меня на телеке есть я эксперимент снимала про тебя говоришь типа будучи в серебро ты был в тиндере пути нам и так твену правы давайте тебя девушек и как как вы два успешных человека в тиндере что у нас куча друзей которые женятся из тиндера которые встречаются из тиндера не платил мне денег за это вот клавишник серебра алик будаген мой давний товарищ он тоже женился на девушке из тиндера у меня сейчас подружка ближайшая которая в москву переехала первое сюда единственное состояние когда он сходил в москве у них скоро самая лучшая реклама я считаю реально тиндер нормальная тема мы тоже они не платили извращенцы сидят ни одного не видела ну там не извращенцы там порой ты просто не можешь найти connect с людьми потому что они либо ну скорее всего они слишком далеко от твоих каких-то идей от твоих векторов развития и так далее ты просто там после двух-трех слов 1 лайк ну или как там это движение об этом реально есть история у меня в телеграм-канале это просто очень долго сейчас будет еще один подкаст снят если начну раз можем до утра сидеть я снимала эксперимент о тиндере и женя был тупо попался в эксперимент я лайкала всех без разбора он просто случайно оказался среди этих людей и как тебе был быть случайно с темноту охранительная была случайно смысле мне было довольно таки просто потому что ему объяснила что-то ему сразу написала чувак сорян типа мы переписываемся три дня но я просто провожу эксперимент мне вообще ничего не надо просто приходи на съемку типа я тебя там вот ты еще я еще снилась не подставное свидание телеграм-канале марпл влс очевидно называется марпл влс там написано прямо мне даже видео выпуск скажу честно твоя одна фотка есть у меня на компьютере а у меня есть разногласия не но правда нет в работе только могут быть все подход к делу только так а в жизни нет ну а кто в работе у вас главный но это большинстве случаев у нас есть распределение каждый занимается своими обязанностями мы можем подсказывать но мы не лезем но по смыслу я решаю с ну и типа мы там вот когда снимали по печи мы ехали в поезде к нему и вопросы готовили прям в поезде я маши помогал эти вопросы тоже составлять потому что у меня у меня тоже в голове были мысли чего его спросить или когда мы что-то монтируем такие чем здесь делать может и горитого здесь было прикольно так это попробую реализовать и все это получается или иногда типа так стоп я объяснить не могу да еще сама сяду сейчас сама смонтирует кусочек кусок вот смотри вот так надо сделать такого нормально тогда сама сделаешь сделаю до чинь-чинь села смонтировать из-за того что вот вы вместе вам не кажется что работы слишком много вы даете друг другу отдохнуть у вас ну то есть мне кажется у вас одна работа в отношении не почему у него нет конечно мы отдыхаем от работы просто работы брать за спим стоять и на работе не мы можем поиграть вместе у нас будет такое что типа так чувак нет места уже шесть часов монтируем дак чем там отдохнем немножко что выиграть в поиску поиску акулка рейман ладжин в какой-нибудь такую шляпу знаешь вот тупая что просто кнопки убежать детская хрини думать но прошли вот вместе детройт недавно вместе там же мы принимали решение дали конечно сидели хорошим полицейским а я плохим я бы так его стали девиантом он стал да надоело твое правильное поведение до революции все пошел в прошлом под кусте у нас было я на битуру кстати вас часто сравнивают еще так и мы дружим дружить конечно ну вот когда это полная противоположность на самом деле потому что она более такая закрытая ты такая типа на показ все на показа она так на самом деле мы с яной в жизни очень похоже скажи у нас постоянно с ней мысли прямо динамом мы с ней позавчера виделись и нужно вместе две сестрички реально очень похожи в жизни я в жизни абсолютно также себя веду и точно так же сижу дома и никуда не выхожу ни с кем не разговариваю не хочу ничего делать вот это от яны от нее есть вопрос она не знала кто будет а жалко дать ты лучше откроешь то она бы спросил почему у тебя такие жирные щеки жирок они мне сказала псина тебя какие-то комплексы с удовольствием а куда девочки с азиатскими небольшими вкраплениями в крови рождается с комплексом по поводу щек автоматически скажи мне что я не права а ну мне кажется это показатель молодости как мне мама всегда говорила вот когда вот до останешься такой вот тогда и будешь говорить о своем у нас детские лица и сейчас разума понятно кому 21 кому 28 часто и подкал естественно ну расскажи людям как ты вот нас обеих троллишь еще теперь ну иногда с утра просыпаюсь и не понимаю открыла на глаза или нет просто подходит периодически на каких-то метр этих где они ведь ой машуль она ведь на я же день но я не сразу понял кто из вас кто не было последний раз такое что это просто меня смотрел я не машу да это было новой вечеринке сосисочка или сарделечка только честно сосисочка не думаю что вы даже здесь вместе окей сосисочка или сарделечка сосисочка три штуки три тебе три мне две так всего же три ну две там еще когда завтра кому внутри сосисочки а мне две сосисочки да пожалуйста вопросик к следующему гостю ой начинается это чем трофильная это так сложно сколько ты нет конечно мы пишем что мы пишем давай давай ну чтож на этой прекрасной ноте мы завершаем наших спешил подписывайтесь на социалки на марку love не склоняется что на марку на марку ламис не как этот поздравление на мой день рождения прислал как это учеба за руки базу за рулит мар полы на марку и на мистера марку на марку и на мистера марку подписывайтесь ссылки в описании увидимся не скоро я же на один выпуск уходи спасибо